Вот это да, приключение. До сегодня, да? Ты не приехала? Вот это же летний, да, Лю? Да, летний. Мне что-то нужно, чтобы без лифа было. Люся нашла такую юбочку красивую. Я зашусь. Да, срочно, да, срочно. Всем привет. Я начинаю вещать вам со Сбербанком. Я уже с чемоданом, такси меня ждёт на улице. Я забыла карту МИР. Я же в Белоруссии не смогу расплачивать с другими картами, как я поняла. Я её заказала, она уже готова. Вчера забыла за ней съездить. Сегодня мне свекровь напоминает. Карты, всё взяла. Я такая, карта, получите. Всё, у меня уже час остался. Всё, девочки, я когда начинаю за собой ухаживать, всё получается. Я такая худенькая, смотрю на себя, любуюсь, загораю. И, конечно же, ещё красивше тело становится. Так что я прям чемодан оставила на ресепшене и загорать. Пораньше приехала специально подзагореть. Ну, короче, что вы думаете? Всё, карту МИР забрала. В Солярис ходила. Всё успела. У меня ещё 40 минут до поезда. А я через 5 минут буду на вокзале. Вот. Утро сегодня, конечно, у меня сумасшедшая такое. Я проснулась, давая чемоданы собирать, Даньку в садик отвела. Пока всё, поубиралась дома немножко хотя бы, блин. Потому что мама, свекровь будут. А у меня такое, когда я собираюсь, у меня прям сумасшедший дом. А в Солярисе, кстати, находится вот одна остановка от ЖД вокзала. Поэтому я вчера просто позагорала. Ну, мне дали солярий. Короче, там три варианта солярия. Один вообще нифига. Медленно как-то фигачит. Ой. Второй хороший, сильный. А третий вот вчера мне его дали. Я взяла на одну минутку больше. А результаты что-то, ну, маленькие такое. На стороне птичьего полёта покажу вам вокзал. Вот там вот автовокзал. Вот там ЖД вокзал. Вот я тут стою на мосту. Привет, спроса. Ну, так-то быстро, кстати, идти. 15-15 управления. Так, мне вот сюда. Вот уже толпу, блин. Фух, вот это да, приключение. Короче, я бегу, лечу. Пить хочу. Помяла паспорт. Пока бежала. А наш вагон ещё не подцепили даже. Непонятно. Сначала 19-й, потом 11-й. И всё, и конец. Я говорю, а где наши вагоны? Ну, сейчас подцепят, сказали. И вот я стою, жду. Пить хочу. Красное. Никогда не видела, как присоединяют вагон. Сейчас вам покажу. Вы видели? Если вы ещё этого не видели, сейчас увидите. Ребята, она готова уже. И сейчас 5 минут присоединения буду снимать. Смотрите, такие штуки магнитные, наверное. Всё, присосался. Всё. Так быстро и легко. А, нет, вот сейчас там соединяются внизу ещё. Всё. Это Россия. Всё понятно. Это белая Россия. Это колобой России. Там фрага России. Там фрага России. Это я спускаюсь в лимитро. Степ. Комсомольский. С казанского вокзала. Красиво. Плала. Так, мне по кругу. Короче говоря, я вчера сгорела в солярии. Хотела быть красивой. Получилось, как всегда. Короче, я как обжаренная. Просто красная. Сейчас вроде уже сошла краснота. Я думаю, что сейчас ещё по колюсе приедет. Я сейчас еду до белорусского вокзала. Оставлю там чемодан. Возьму всё необходимое. Буду гулять до вечера. Я думаю, краснота пройдёт. Может быть, я масочку сделаю ещё. Успокаиваю. Ещё гранатовую взяла с собой. Как раз после солярии идеально. Новые поезда. Смотрите, зарядки кругом вообще. Её из бишки. Вон там тоже. Вот я и вышла из метро. Белорусский вокзал. Слева. Идёмте. Мне ещё надо переодеться, потому что это на самом деле жарко. Очень жарко. Я одела кофту. Одела джинсы. Джинсы на меня большие. Они мне висят, блин, вообще. Надо одеть шорты. Я думаю, костюм взяла свой. Оказывается, он, блин, не свежий. Трындец. Я думала, он чистый. Я посмотрела. Пахнет всё чистотой. Я, видимо, его один раз одевала и замызглась где-то. Кофта на рукаве грязная. И штаны, короче, они у меня там сзади. Ну, такое качество. Они не очень хорошие. И сзади они на жопе уже подразлезли чуть-чуть. Такие вам откровения говорю. Я думаю, блин, ну это вообще-то даба. Так что у нас есть целый день. Наверное, с Люсей куда-нибудь пойдём посмотреть что-нибудь приличненькое. Там, может, я распродажи где-нибудь возьму. Я, конечно, я всё время так. Я либо много вещей беру и половину не ношу, либо я вот так вот ни хрена не взяла. Я реально взяла один костюм, джинсы, шорты. Футболок набрала. Футболки можно не покупать. Хотя хочется, я футболки люблю. Ладно, короче, экономная поездка у нас. Поэтому посмотрим. Сейчас надо переодеться, потому что швара. Ну, я сейчас погоду посмотрела. Будет ещё жарче. Ещё жарче. Сейчас только 22 градуса утром. Я уже умираю от жары. Так что можно раздеваться реально. Ну что, девоньки, я в белорусском туалетике. Сделала себе масочку. Сейчас 10-15 минут за ней и побуду. Потом надо будет накраситься. А потом все вещи сдать. В этом. Короче. И шейку намазала. Все вещи потом надо будет сдать в камеру хранения. Вместе с косметикой. Поэтому я хочу сейчас все привести себя в порядок. Губы намазала. До сегодня, да? И не приехала? Ну да. Ну да. Их нет. Я сижу. Я же не знаю, что думать. Хотя у нее родственница здесь. Я вышла с другой стороны. И эта моя красоточка меня уже ждет. У вокзала. Только сдала багаж. Короче, на 24 часа 800 рублей подала. Ну, чтоб не париться уже. Ищем Люси. Я уже привела все в порядок. Ничего, так вроде выгляжу. Моделью даже обозвали. Поинтересовались, сколько мне лет. Вот она, звезда моя. Красивая. Вот моя дорогая. Посмотрите, посмотрите. Как обычно, конечно. С кого пример беру наряжаться? Я к тебе готовилась. Тут маски, все дела. Хорошо выглядело. В общем, недалеко от Белорусского вокзала. Вот такое есть депо. Я так понимаю, все это депо. И здесь разные кафешки есть. Так ты что, не помнишь? Мы же здесь жили. Так этого не было еще. Я не ходила. Это было депо. Это была станция этих трамваев. Ты не помнишь, что ли? Нет. Вот мы жили напротив. Нет, я помню. И раньше было здесь депо. Ну, то есть настоящее депо. А, настоящее? Да. И года два, три или четыре. Ну, плюс-минус, может, четыре года. А, подожди. Маркусу сколько было? Два года. Сюда пойдем. И уже, да, два года было. И вот построили из этого депо, короче, куча кафе. Это типа это... Для тебя это... Лухари. Пожалуйста. Лухари? Да. Лухари. Я забываю, что значит лухари. Ну, типа... Типа лохи? Нет. А, типа для богатых. Лакшери. Лакшери лухари, ясно. Короче, мы лухари. Идем в лухари место. Надеюсь, оно открыто. Ой, Яндекс.Еда в лухари. Покажем, что мы заказали. Я вместо овсянки заказала пшенную кашу. У них все по умолчанию без сахара. Молодцы. От варенья отказалась, от карамельного соуса отказалась. Яблоки с сахаром они принесли мне отдельно. А Люся заказала круассанчик с лососем. Красивый такой. Это, короче, входит в завтрак. Ну, такая... Не входит в завтрак, а я имею в виду завтрака-меню. В общем, сейчас заценю в кофемании шелную кашу, как они готовят. Так, мы посидели в кофемании, зашли внутрь. Представляете, в кофемании своего туалета, походу, нет? Ну, мы не спросили, но у охранника спросила. Что-то мы не нашли туалета. Здесь общий туалет общего депо. Я думаю, что с такими ценами, блин, и туалет не смогли свой отстроить. Отдельный для гостей лухари. Что, мы лухари? Смотри, ты даже накрасилась. Короче, поела я пшеную кашку. В целом она вкусненькая была. Добавила я эти яблоки. Вот, там немного этого сахара было. Чисто в сиропе они каком-то были, легком. Так вкуснее было с яблоками. Сидем в туалет. И потом поедем в одно местечко. Зашла, смотрите, как низко здесь находится ручка. Просто. Надо наклониться, чтобы закрыть. Для детей. Ну, ниже этой, поняли, ручки. Давай, двумя словами о погоде в Москве. Очень жарко. Не выноси. Пипец, как жарко, просто. Невозможно. Ты чё? Поправиться. Да краса, краса. Я всё загораю, загораю. С солярия не вылазим. Под солнышком. Приезжаю и на фоне Люси я белая. Ну ты не сравнивай. Я не в Москве, там всё равно климат другой, солнце другое. А с кем не сравнивать? Ты одна со мной тут ходишь? Нет. Сейчас девчонки, если пройдут, я с ними сравню. Они вообще шоколадные, да? Люба засматривается. А, ну она фигня. Посмотри, она отклеится. Кат. Смотри, стирается. А сколько стоит? Смотри. Пиджачок. Это курточка 15, а вот и пиджак 16. Джинсики 14. Вот у меня такой зелёненький есть. И чёрненький. Тебе нравится? А у меня такой есть ля-ля-ля. Классно, у меня нет ничего. Всё равно лето заканчивается. Тут, кстати, в Атруеме много чего закрыто. Вот такой. Люба на зелёный тянет. Да. Они распродают то, что осталось. 70% скидки. Пойдём посмотрим, что там. Конечно, ты говорила, у меня распродаёли. Две тысячи, а стоило. Кофей. Скидка. И вон подвотеш в табу. Только что туда положили? Мне телефон даже не влезет. Да, у тебя не влезет. Подгадай, сколько стоит. Отгадай. Тысячу рублей. Две? Шесть косварей. Шесть. Не хочешь? Без рубля. Офигеть. Прихорашивается загоряжка. Да. Вот это же летний, да, Люк? Да, летний. Два косаря стоят. Ну вот представь, что ты сейчас оденешь и пойдёшь в них сейчас. Ну можно. Тебе не жарко будет? Я такое не вяжу. Ну не жарко будет? Не знаю, наверное. Мне кажется, ноги спарятся. Да? Ну я всегда в кроссовках. Мех такой. Ну в кроссовках нет же меха у тебя. А вон ещё у меня прикольно. С полотенца. Болисе понравилась Дикинглажка. Я тоже люблю. Чувствую. Всего лишь 26 тысяч. Ну 27. Ну и скидка ещё плюс какая-то. Сто будок. Классная, да? Да. Телефон влезет? Телефон влезет, деньги влезут. Ну немного, правда. Ой, такие деревянные. Вот такие бы я ещё присмотрела бы. Деревянные какие-то. Как они на ноги смотрят? Мне не очень нравится. Мне носок не нравится. Нашли мы тут один интересный магазин. Иди сюда. Люся нашла такую юбочку красивую. Говорит, это мой стиль. Мой. Беру. Сколько стоит юбка? Да не, она короткая. Это шорт. Тем более, вообще, ещё и шорт. Кайф. Так, интересно, здесь размерный ряд. Взяла вроде бы М-ку, но она маленькая на меня впритык. Надо брать больше. Здесь, короче, мало мерят, наверное. А вот эту футболку вообще я тоже взяла М-ку, но она тоже как будто маленькая. Сейчас померю. И мне что-то нужно, чтобы без лифа было нормально. Потому что лифт с собой не взяла. Если сейчас ходить, то надо что-то без лифа. Так, вот вроде бы интересный костюмчик такой. Я даже без лифа. И тут не особо видно, что я без лифа. Розовенький. И он идёт на талии вот такой вот. Ну, короче, вот что-то такое. Вроде не мяться должен. Что-то интересное. 104 тысячи. Мы сели на автобус. Девчонки в телефонах. А что ещё делать? Оказывается, есть автобус, который едет по кольцу. И он называется Б. Я в первый раз такие автобусики вижу. Да, нет, нет, всё правильно. Вы звонили, но он так... Да, ну что? На веранде хотите? Нет, там детская. Детская, да. Ну, пошли на веранду, да, там до светлее. Да, я вам сейчас сниму подложу. Как здесь это... Как это называется? Колоритненького. Зло. Меню на всех языках. Девочки, я заказала вам вип-ложа. Выбирайте любую стулью, которая вам нравится. Это вся беседочка наша. Короче, мы сели тут подальше от остановки. Ждём автобус Б. Нам ехать теперь в другую сторону. Я изначально хотела показать заведение, в котором мы были, но сейчас показывать не буду. У нас там в трёх блюдах были волосы. И дабы не рекламировать место и, в общем-то, не опорочивать, они там пытались нам тысячу комплиментов прислать, и арбуз комплиментом дали, и поменяли одно блюдо, второе. Уже администратор три раза подходила. У нас в трёх блюдах вот такие маленькие, короткие, чёрные волосы были. Представляете? Да, да. Сейчас ждём автобус. Причём заведение довольно-таки известное. И не просто забегалость. Хорошее. Ну, вот так. Халатность. Извинялась, как могла, да. Говорит, не мы виноваты по ставке, то, чё, короче. Ну, мы не стали ссориться, там, Роспотребнадзор приглашать. Да? Роспотребнадзор. Да, да. Мы решили включить лучи света. Нет, я хотела. И отпустить с миром. Сказать, чтобы нам это... И суммы вычли тех блюда, которые были испорчены. У меня такое ощущение... Что? Такие очки одели, короче. И такой, как я, какой-то, просто, не кажется? Нет, нет. Нет, нормально. Ты подумаешь, что мы чё-нибудь там употребляли? Или пили? Я просто пить хочу. У меня просто сушняка. Не надо такое укладывать. Сейчас реально подумаем. Я реально пить хочу. Ну да. Подумаю. Сейчас подумаем. Правда. Да всё душно, жарко. Вы не подумаем. Мы ещё горячего борща съели. Прям это... Сало. Вы не подумаете. Борща горячего съели и кровь забурлила. Покажи, как кровь забурлила. Блядь, ну вот почему закон по области? Я вчера одела этот костюм. Понимаешь? Да. Ты чё, бухала, что ли? Снимаю твои, что ли. Короче, вчера одела этот же костюм, пошла к подруге в гости, кухонька просто всё в шоколаде. Понимаешь? Она купила шоколад, и я вся была. Я пришла, постирала, а сейчас в горчице. Это не закон подлости. Это знаешь что? Я открою вам всем секрет. Я свинья. Нет. Ещё вариант третий есть? Что? Ну я когда... Это... Внимание, правильный ответ. Это закон белых вещей. Всё белое засирается за один раз. Теперь горчицы измазала. Нырчица. Хорошо не села, наверное. Это не наш бы, нет? Мы такие сидим, короче, снимаем. Покажи. Нормально всё. Там целлюлит мой видно, наверное. Да нет у тебя целлюлита. Есть. Я шла и... Прикиньте, я поправила. Я шла и искала. Не было целлюлита. Не было? Я поправилась на 4 целых килограмма. И знаете, сколько она теперь весит? 54. 54? А я стремлюсь к 55 хотя бы. Да будет. У нас рост одинаковый. Будет. Только ты худее почему-то. Ну, телосложения разные, наверное. Ну да. Да не худее. Где-то худее, где-то полнее. А наши люди по-разному поправляются. У меня вот животик растёт, а у тебя живота нет. Да, зато ляхи, блядь, плывут. Я иногда, кстати, мат выкладываю. А ляхи как эти, блядь. Пельмени, блядь. Простите. А ещё белый цвет... Что белый цвет? Увеличивает объёмы. А вы видели мои брекеты? Да, кстати, у Люси брекеты. Смотрите. Мне нравится, красиво с брекетами. Во-первых, мне кажется, брекеты молодят. Во-вторых, у Люси свои зубы очень красивые. У неё вот эти два передних зуба чуть-чуть длиннее. Я очень люблю, когда эти два передних зуба длиннее. Они, во-первых, молодят. И... Да. Да, красивая улыбка, не знаю. Смотрите, в автобусе вот такие штуки. Вот у нас таких нет. Сразу заходишь, прикладываешь. И ход не через передние, вот туда, а через все. Двери. Да, двери. И сразу прикладываешь кладочку. Аккуратно, машина! Короче говоря, девочки, я впервые так музыка. Много хожу по Садовому кольцу. И впервые так много езжу на автобусе по Садовому кольцу. Я за всю жизнь. За всю жизнь, я. Я за всю... Я за всю жизнь столько не ездила на троллейбусе, трамвайе и не ходила по Садовому кольцу. Садовому кольцу. И я. Да. Да. И я. Того же мнения. Да, и мы на самом деле сейчас столько намотали шагов, столько денег сэкономили. Сэкономили. Так что... Мы не лухари, Ревеллаж. Нет, подожди. Нынче лухари ходят пешком. Да. Мы экономистки. Мы экономистки. Финансистки. Бухгалтеристки. Бизнесменки. Управляйки, ИПшники, самозанятые. В общем, бизнес-леди. Одним словом. Не, я бездельница. И ходим пешком. Нынче так модно говорят. Вот сейчас говорят, что вся молодежь такая осознанная. Люди осознанные. Но мы не осознанные. Но мы стремимся. Правильное питание, правильные слова, разговоры правильные. Да? Слышала такое? Называется ПП, ПС, ПМ. Что такое ПМ? ПМС? Посмотри, ПП это что? Центральное питание. А ПМ? Не знаю. Правильные мысли. Еще раз скажи. Еще раз скажи. Правильные мысли. А ПС что такое? Поссать? Нет, ну логически. ПМ это правильные мысли. А ПС? Правильные. Что? Что может быть на С правильное? Не знаю. Слабо. Ой, господи. Мой маск слаб. Ну давай ты мне загадай что-нибудь правильное. А я угадаю. У меня из-за борща кровь в голове прилило. Я здесь вообще не так хорошо просто. Борщ всему виной, да? А? Борщ всему виной, да? Да. Нам реально, мы сейчас вот поели, вот все ели борща. Нет, точнее мы только с Любо ели борща красного. А другая девочка, она ела зеленый борщ. И что-то ей не было так смешно, как у нас. Нет, она просто не на нашей волне. Она просто не тот борщ ела. Ладно, нам чуть-чуть осталось. Она просто не радуется, так как мы радуемся борщом. Борщ. Вот девочки, вот и оп-оп, поехала. Я бы давно свалилась. Да не, ладно, шутки шутками. Шутки шутками? На самом деле, мы поели так хорошо стало. Нас уже размозила. Расплющила, размазала. Растрепала, рассосала, распитала. И еще солнце? Солнце. Печет. Да. Жарко? Мы еще в тенечке идем. Да. Загружилась. Короче, идем сейчас. Короче, классно, что ты приехала. Короче, в общем, я думаю, в Ростов надо. Но ты на море не поедешь. Ну что, вот и все. Я сажусь на поезд в Минске. Меня уже ждут друзья. Вот. Я буду выбирать, где ночевать. У меня два местечка есть, где я могу приютиться. Съезжу в одно, во второе. Выберу, где мне будет комфортнее. Вращаться сейчас будем с Люсей. Съездили в наш буддистский центр в Москве. Встретили старых друзей, которых я вообще, прикиньте, уже 8 лет не видела кого-то. Вот. Классно, короче, время провели. И все сделали с чувством выполненного долга, полного прям иду. Находили больше 17 тысяч шагов. Еще физические упражнения были у нас. Короче, вообще, заряженная я. Взяла салатик сейчас тут, на вокзале, в магазинчике. Надо съесть. Я не голодная, но как бы надо есть. По-то у меня очень мало килокалорий. Очень мало, короче, я потребляю еды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok